приветствую вас давайте мы разберем ваш вопрос два года назад я открыла свой бизнес кондитерский мне помогли мои родители смотрите а какая цель была открытие бизнеса это ведь довольно серьезная задача это довольно непростая задача и какая была цель этого я не в смысле того что этого не стоило делать а просто в смысле того какая у этого была цель зачем после недели открытия бизнеса продажа только начиналась папа сказал что я закрыла бизнес и он все время делал замечание и критиковал мою работу на мой взгляд здесь ваша ошибка заключалась в том что вы значит позволили вашим родителям вам помочь не обговорить при этом условия этой самой помощи то есть вот в частности папа помогала почему-то считал возможным значит но для вам замечание и судя по тому что вы пишите вы ему никак не говорили никак не пресекали этот момент значит ну закрыли вы бизнес или нет не очень понятно дальше брала но некоторые вещи в рассрочку аренда помещения еще из-за страха я делала того что не планировала чего боялись чего боялись страх чего был перед вами дело в том что поскольку образ страха появляется у нас в сознании то часто если речь идет не о непосредственном вреде человеку если речь не идет об угрозе человеку то довольно часто мы говорим о желаниях то есть запрещенные какие-то запрещенные желания здесь дальше работала с магазинами а этого я не планировала а почему вы это делали тогда если вы этого не планировали есть ощущение что у вас слабые личные границы вы делаете тот чего не планировали вы позволяете папе критиковать вас есть ощущение что вы ну довольно таки имеете слабые личные границы с ними нужно работать их нужно укреплять дальше бизнес держался все деньги уходили наоборот с сентября до декабря я работала без выходных до такой степени что начала болеть после нового года на 10 дней легла на 10 дней болела со тела и желания работать не было одним словом я выгоду но опять же это про личные границы слабые личные границы приводят к выгоранию да то есть не умение отдыхать отсутствие распределения времени и так далее и так далее и так далее я поработала на своем бизнесе полтора года так а как же то что папа сказал вам после недели все закрывать как вы как этот момент не не раскрыли не раскрыли совсем так он мог и дальше развиваться но я уже боялась не знала что делать дальше но вы до этого боялись тоже что делать дальше чтобы что вообще в таких случаях нанимается консультант или стратег менеджер по развитию или что то такое насколько я знаю было очень страшно а чего боялись опять же я начала работать с психологом потратил на них больше полмиллиона и прям таких помощи про помощи от них не было какой помощи вы хотели и каков был ваш запрос не совсем понятно мне закрыло бизнес почему начинал в найме работать и сейчас я не знаю чего я хочу и чего я хочу делать давайте подумаем чего вы не хотите делать пойдем от обратно чего вы не хотите работать кондитерские нет желания даже дома не хочу готовить ну понятно готовки вызвать по всему отбили у себя всякое желание потому что заставляли себя это делать хочется чем то другим заниматься я не знаю мне очень страшно а чего вы боитесь опять такое ощущение как будто бы вы боитесь ничего не делать да то есть это что это долг вы кому-то должны чтобы я лежу целый день с апатия депрессии не вижу смысла что-либо делать и смысла жизни вы как тут все равно куча мешаете ну хорошо вы говорите апатия депрессия депрессия это заболевание психическое вам нужно проверить нет и подтвердить или опровергнуть диагноз свой вам назначили лечение если у вас депрессия дальше как полгода перестала читать книги и смотреть по ютуб психологов искать ответы на свои вопросы какие у вас вопросы вы их не задали это не помогает на самом деле такой способ раньше пыталась была энергия желание и стремление сейчас от них ничего не осталось не могу себя собрать экономлю на себя я думаю вы столкнулись с разочарованием и я думаю что ну чтобы чувствовать да чего вы хотите нужно как раз таки что называется психологически на себе не экономить а это именно то что вы делаете вот а в голове без порядка не могу перестать себя критиковаться и обесценивать но я думаю что это делает ваш отец я думаю что вы повторяете слова вашего папы вам нужно это увидеть вам нужно это отделить от себя вот и коль вы себя критикуете и обесцениваете есть ощущение что у вас довольно много злости и агрессии может быть обиды в том числе на папу нужно это признать нужно это выразить прожить вам будет легче а я пытаюсь себя собрать но это помогаю только на 1-2 дня и все а что значит себя собрать это как сейчас работаю у технологов хотя давно об этом мечтал сейчас не хочу не хочу на работу идти и даже думать об этой работе а зачем вы тогда работаете какая мотивация хочу на других сервисах попробовать но боюсь чего боитесь то неудача боитесь а почему неудача а почему именно неудача что это для вас значит помогите не знаю что делать о как помочь не знаете что делать чтобы что к психологам не пойду ходил недавно все как всегда ну естественно очевидно что если вы работали как я понимаю с несколькими психологами и у вас ничего не получилось значит очевидно мы сталкиваемся здесь с сопротивлением, то есть у вас идёт сопротивление. Это значит, что вы защищаете свою позицию, в которой вы находитесь. Это означает, что у вас есть выгода находиться в этой позиции. Нужно увидеть, какую выгоду вы получаете, нужно понять, чего вы хотите, расширить возможности по реализации этого, чтобы вы не держали за своё текущее положение. Не совсем понятно, как вы хотите получить помощь и какую, если вы говорите, что не пойдёте к психологу. Понимаете, дело ведь не в деньгах, которые вы потратили, а дело в том, как вы проводите психотерапию, расположена ли вы к ней, подходит ли она вам, подходит ли метод психотерапевтический, какая у вас связь с психологом, то есть хорошо вам с ним или нет. Возможно, начать нужно с этого. Возможно, вы ждёте каких-то рецептов, каких-то готовых решений. Их нет. Вот. Понимаете? Дальше. Вы говорите, что начала работать с психологом, потратила на них больше полмиллиона, и помощи от них не было. Дело во времени. Дело в том, что... Непонятно, один это был психолог или нет, но полгода для серьёзных проблем мало. Нужен год. И совсем не обязательно тратить полмиллиона. То есть, если вам кажется, что это дорого, если вообще сумма психотерапии вам не подходит, вас не устраивает, вам некомфортно, то процесс психотерапии не пойдёт. Потому что вы будете всё время думать о сумме. Если вы платите больше, чем вам комфортно, это нарушение личных границ. И, соответственно, разрушение контакта со специалистом. Если вы платите меньше, то же самое. Поэтому нужно сначала озаботиться именно выбором психолога, которым вы пойдёте по жизни какое-то время. Год, может быть два. Но с такой суммой, чтобы вам было комфортно. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.